Привет, друзья, с вами Кэртекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Stone Shard. Мы с вами остановились на том, что прибыли в таверну спустя огромное количество времени после нашего данжа и нашли себе нового товарища, который с нами, скорее всего, либо параллельно, либо вместе с нами будет ходить по разным заданиям и делишкам. Что мы имеем? Мы имеем карту, облегчает навигацию, и вы не гарантируете того, что вы не заблудитесь. Ну да, в принципе, логично. Так, у нас есть рубящий меч, рубящий топор, а по скиллам у нас что? У нас скиллы вообще есть. У нас скиллы открыты, то есть мы сами можем выбрать, чем мы будем махаться. Хорошо, отчасти, конечно. Хотелось бы, наверное, все-таки топор взять. Он одноручный, да? Одноручный топорик у нас есть. 22 урона здесь тоже, 22. Здесь урон по броне гораздо сочнее, и пробитие брони сочнее. Затраты умений, правда, очень дикие, но пока сойдет. Пока сойдет, соответственно, вкачиваем его тогда в топор. Топоры, да, наш любимый первый удар. А, у нас еще есть одно. Одно очко. Каждая травмная цель дает плюс 5 атаки, точности и шансу крита. Давай, расправа пусть будет. Так, свиточек мы оставляем, пиявки есть, отмычки, эти медикаменты. Бабло есть, кстати. Копченый окорочок. Медовуха. Слушайте, да этот пацан запаслив. Он хорош, он прям хорош. По параметрам, естественно, буст в силу, живучесть, к сожалению, ловкость не дотягивает. Ну ладно. Так, здесь мы можем воровать. И мне даже за это ничего не скажут? Окей. Так, приветствую в нашем трактере. Есть что на продажу, я хочу снять комнату, позволять сохранить игру. Ммм. У меня есть вопросы, выкладывай новости и уйти. Что на продажу, как здесь торговля вообще? Торговля, ну слушайте, еда, еда на 30% достаточно дешевая. Учитывая, сколько мы могли бабла заработать, пока таскались со всяким говном. А тут нет быстрой продажи. А, это я выкинул, да? Понял. Вот быстрая продажа. Отдай назад. А, можно сразу торговать? Ну, подождите. Отлично, можно это быстренько делать. Продать. Короче, меня не устраивает то, что у нас мешок с баблом занимает место в инвентаре. Но меня в целом устраивает происходящее с баблом. Пока все в принципе норм. У него только еда, у него что-либо другое ожидать, видимо, не стоит. А, спиртовая вытяжка. Ммм. Ммм. Темный эль. Ммм. Как все тут хорошо, слушайте. Я бы тут остался. Но нам здесь нельзя надолго оставаться. Так, кружки я ворвать не буду, они слишком мало дают. Слишком мало дают. Выход у нас здесь, нет? Нет, выход справа. Нам, по сути, нужно поговорить со старейшиной данного городка, я так понимаю. Так, сверху у нас еще. Ааа, оу. Короче, если денег не будет совсем, то можно заняться здесь активно воровством. Ты кто такой? Он тоже продает что-то. У него свое представление, конечно, о продаже, но... Он думает, что он продает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это сундуки пустые, видимо, чисто для ночевки, да? Здесь есть комодик. Опа-чао. Цепочечка, здрасте. Ни хрена, у него фиолетовый амулет. Сопротивление магии, точный шанс крит. Обычные ботинки, пояс. Сопротивление силам природы, шанс крит. Слушайте, а какой у него шанс крита вообще? Сейчас надо бы проверить. Мне кажется, у него там немножко грязь. Так, это выход куда? О, мой бог, слушайте. Да я здесь нажиться могу. Я не знаю, сколько у трактирщика бабла. Но я точно ему смогу этот весь шлаг продать. Я прям уже ощущаю. По-моему, он здесь, кстати, и ночует. Так, негодистые сережечки. Десять. Давай я, в принципе, не жалуюсь. Так, это нам пригодится. Кроны в чистом виде. В принципе, я вроде бы все стыбзил. Что можно было? Можно отсюда текать. Сейчас я ему тогда втюхиваю и выходим на улочку. Сейчас, нет, не так надо. Надо вот так. Сразу, чтобы без лишних диалоговых окон. Зачем? Так, забирай вот это, вот это, вот это, вот это. Хилки он, кстати, не забирает. Яблочко ему можем втюхать. Но я думаю, что оно нам тоже пригодится. Это что такое? Колбаска. 370 бабло у нас. Нормально, жить можно. Здесь еще что-то есть. Ничего здесь нет. Это обман. Окей, погнали к старейшиням. О мой бог. Так, у нас есть карта, на которой общим счетом непонятно нихера. Так, дымная усыпальница. Зловещий склеп. Маншир. Аббасца Святого Откровения. Замок Рифстейн. Замок Йормас. Орсбрук. Так, мы здесь. Хорошо. Мельница. Куча неизведанных мест вокруг. Чахлая усыпальница. Замок Йормас. Опасность средняя. Опасность высокая. Высокая. Очень высокая. Чего-то как-то не хочет зайти туда. Сразу перехотелось. Так, ладно. Нам нужно пошастать по городу. У нас есть точно кузнец. Хлеб, мясо, овощи. Мясо, овощи. Броня продается. Бля, очень прикольно город сделан. Правда, то, что у нас видимость в городе обрезана, вот это странно. Вот этого я не понимаю. У нас же вроде бой здесь не намечается. Зачем тогда обрезать так? Так, покажи товар. О, здесь вкусняшка. У него бабки тоже лежат отдельно. Что? Самый простой способ найти общий язык в Альдоре. У нас перчаток нет. Но здесь, естественно, это все дорогое. Тяжелая броня. Тут спору нет, конечно. Но я второй топорик одноручный бы взял. Четыре колющие, двадцать дробящие. Вот такого я не ожидал от топора. А, это молот. Прошу прощения. Прошу прощения, вот такой бы молоточек я б хапанул. Я б хапанул. Правда, он стоит пятьсот. К сожалению, нам не хватит. Ну ладно, мы сейчас что-то придумаем. Так, мне бы интересно, где найти саму старейшину. Так, здесь еще что-то есть. Сейчас пройдемся, посмотрим. Поселочек довольно огромный, на самом деле. Но, по сути, дом старейшины должен очень сильно выделяться, насколько я понимаю. А кур можно бить? Кур нельзя бить. Лутать здесь тоже нечего. Там, по-моему, выход из города. Охранники тоже так по-дебильному ходят, как я. О, алкаш валяется. Алкаш, чего ты повидаешь? Мое уважение, молодой человек. Мой прядик. Красная девушка, не разгляжу от сюда. Понятно, он продает бухло, у него есть две монеты. У него есть чеснок. Ух ты, сопротивление нечестивому урону. Забавно. Очень даже забавно. Короче, здесь, по-моему, можно просто оборвывать жилые дома. Я так понимаю. Можно оборвывать жилые дома, кусок угля. И тем самым неплохо поживиться по баблу. Но, скорее всего, самый профитный вариант получения бабла... А, что? Оптимизм. Главное верить в себя. А у меня где-то вера в себя упала или что? Ладно, хрен с вами. Так, кто у нас здесь обитает? Здесь обитает тарелочка. Мусор. И вот здесь у нас еще кружечка. Короче, да, по говну если мы будем собирать, то мы неплохо заработаем. Пошушуть, пошушуть, по копеечке, по семечке. Короче, здесь одни здания со складами, я так понимаю, да? Притом они набиты не самым лучшим лутом, но... Шо есть, то есть. Так, заброшенная хата. Это у нас плотник здесь какой-то тусит. Ты ж плотник, да? Так, что-то починить требуется еще на продажу. Так, он занимается... О-о-о-о. Он нас делает щиты, булавы и луки. А у нас второй набор оружия вообще есть? У нас он отсутствует. Это грустно. Буду знать, дружок, что ты здесь. У него даже есть этот. Прицельная. А здесь что? Здесь тканевая одежда, видимо, да? Так, да еще и дворфа. Только дворфа нам не хватало. Имеешь что-то против? Нет, что ты все равно, так как и должно быть. Король мертв. В стране война. По дорогам расхищения всякой сволочи. Бла-бла-бла. Дворфы спускаются с горы и ведут себя, как будто это не они грабили нас последние лет 200. Ну, кто я такой, чтобы жаловаться? Всего лишь старый брюзган. Ну, да ладно. Надеюсь, ты пройдешь и будешь наш... Прошлого героя. Так, что у тебя есть? Да, у него кожаная одежда. Кожаная одежда есть, но она мне, в принципе, не горит. Мы, по сути, тяжеловес. Мы, по сути, свои тяжеловес. Но шкафы я твой, естественно, проверю, дружочек. Как бы тебя не облапошить. Так, вопрос остается дальше. Где должен мотив старейшим найти? У нас, по идее, там еще контракт. Я не знаю, я получил свой 700 монет. Али нет. За то, что наконтрактил. Так, и вот здесь еще. Давай, мусор я потом еще вернусь к торгашу. Так, кто здесь сидит? Там второй этаж есть. О, ма. Может, заинтересоваться некоторых торговцев. Я даже знаю, кого это заинтересует. Ммм, печу не можно зажечь. Еще гвозди, давай. Все втюхаем. Это на выход, да? Да, это второй выход. Сейчас подойди, здесь второй этаж. Здрасте. Одна бочка и все? Даже поспать нельзя. Грустно. От этого стало грустно. Так, в этом доме мы были, в этом были. Здесь развалины, здесь свинья. А ну, подождите. Одна монетка. Вот это лут. Вот это я понимаю. Свитя что-то стоит? Стоит. Все, что что-то стоит, все пробарыжится. Так, давайте еще с вами побеседуем. У вас, видимо, разброс. Да, разброс. Плюс некоторые трактаты есть. Геомантический трактат. А свитки, оказывается, дорогие, слушайте. Так, ну давай забери вот это вот говнишко, все. У тебя деньги вообще есть? Денег у него, кстати, нормально так. Я недооценил его финансовое положение. Ну, в принципе, и меч, кстати, можно забрать. Кожа тебя тоже интересует, да? Замечательно. Слушайте, мы сейчас на перчатки накопим. Таким успехом. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, есть шанс. Ну, у вас, естественно, мясо, да? Ммм, да, мясо, колбаски и все тому подобное. Все тому подобное. Так, здесь до хрена охраны. По всей видимости, неспроста. Кто-то спит. Так, кодеру, не бойся, он наверху. Не бойся, проверим. Что у тебя есть? Лук, крендель и копченый окорочок. Так, держать. Товарищ, мне к вам, походу. Хочу подзаработать Элирата, рассказать про вашу деревню. Выкладываю новости. Так, работа у нас имеется, есть такие контракты. Перехваченные донесения, источник порчи, какой интересует. Давай донесения. Так, недавно головорезы из места под названием замок Йорбас перехватили магистратского гонца. Беднягу выпотрошили, вздерлили на дереве, а донесения умыкнули. Боюсь, если об этом прознают наверху, быть беде. У меня мысля такая. Если бы ты отправился туда, отомстил за посла, довернул бумаги, можно было бы замять это дело. Заплачу я щедро. Окей, давай. Отлично, о том порешили. Давай карту, я отмечу на ней нужное место. Так я знаю, в каком замке ты говоришь. Так, а какие новости у вас есть? Ну, мане приложу, как к старению брюку удается вести дела во всей этой разрухе. По лесам рыщет нечисть, тракты кишат разбойниками. В северных лесах недавно снова видели орков. А он и в ус не дует. Как варил лучшее пиво в округе, так и дальше варит. Мировой мужик, этот наш брюк. Еще бы не похвалить мужика, который варит бухло. Так, охрана легла спать. Слушайте, а у вас здесь оружейку подрезать можно? Как все хорошо сложилось. А я как раз топор искал. Это мы, естественно, продадим. Мы, естественно, продадим. У-ля-ля, у-ля-ля. У вас тут очень даже неплохо, слушайте, друзья. А почему надо бы автоматом не снаряжать, ладно. Очень даже неплохо, пока меня все устраивает. Вообще, наглости мне не занимать, серьезно. Зачем пожаловал? Да не обращай на меня внимания, я так, мимо проходил. Мне, правда, столько бинтов не пригодится. Давайте я вернусь к этому челику, я, может, перчатки у него выкуплю. Так, дык, дык, дык. Так, здорово. Забирай вот эти все. О, боже, а что он такой дешевый? Ладно, тряпье хоть забери. Гвоздь здесь щит за три. Меч за семь. Настолько все плохо у них было, на самом деле, да? Ну, окей. 480 не хватит мне ни на что. Окей, дружочек, всех благ. Так, открываем карту. Да, он отметил то, что я ожидал. Нам нужно вниз выйти из Озбрука. И, в принципе, мы дойдем куда надо. Надеюсь, я не олюлюсь. Олюлюсь, так сказать. Но мы постараемся аккуратненько прошмыкнуть. Самое смешное, что, фактически, я так понял, мы можем торговать абсолютно со всеми. И это подозрительно. Это достаточно подозрительно. Интересно, а в лесах мы можем найти? Либо что-нибудь полезное. Либо что-нибудь в виде волка. А есть инфа тебе там? Удар небольшой. Сверепые волки сбиваются в огромные стаи и не боятся нападать на людей. Ну, давай, мразь, подходи. Еще шажок. Красавчик. Блок. Крепкий пацан, слушайте. Волчьи шкуры что-то стоят. Шестьдесят пять. Слушайте, мы можем заработать на волках, то есть фактически на охоте. Это тоже интересный вариант. Так, ну я от вас, пожалуй, сдрисну. Второй волк меня не спалил. Можно спокойненько текать. Самое страшное, что... Так, развилка у нас вот здесь. Ага, я на полпути, значит. На карте мы не отмечены, вот это забавно. Так, оленяшу можно догнать? Или только из лука их, видимо, да? Ты смотри, какие шустрые. Вообще не догнать? Ну, скорее всего, их шкура ценнее. Ой, на него, по-моему, волк напал. Все, я текаю. Пусть они там между собой разбираются. Ну нахер. Так, добрый день, здрасте. Так, дорога заканчивается, соответственно, я пришел. Пришел живи, да? Дорога закончилась. Угу. Пока только разваленный камень. Ага, вот. Вот куда нам надо. Добрый день, здрасте. Что у вас здесь происходит? Кто гонца зарезал? Эх! Ох! Так, враждебный, здоровистой, энергистой, никаких ни скиллов, ничего нет. А написано, как они? Равен по силе. Как я понял, здесь все враги равны нам по силе, типа. То есть нет таких, которые прям вот совсем отстойники. Держи по лицу. Нормально. Так, палец всякий выпадает. Так, ты очень хорошо подошел. У меня, правда, накосали неплохо. Но это дело времени. Молотила, молотила палец. Так, что у нас по здоровью вообще? Как дела обстоят? А у нас, кстати, нет мазючки. У нас только то, что лечит от кровотечений в основном, да? Остановить кровотечение. Кровотечение на выбране части. В принципе, мы по чуть-чуть и сами хилимся. Поэтому можем просто в реген встать. Пить хочется. Ничего страшного. Вода у нас есть. Да, мы по чуть-чуть, видите, совсем по чуть-чуть идет реген хп. Но, в принципе, нормально. Жаловаться грех. Так, у вас что снаружи залутать можно? Или надо сразу внутрь идти? Люли получать? А если я не хочу? Что тогда делать? Так, по цене у нас что здесь? 20, 30, 20. Не густо, на самом деле. Но если что, будем заменять. Будем заменять. Это считает, что 32. Стоит, если рассчитать на 4 клетки. Окей. Все равно не водички пока. И можем, в принципе, врываться. Так, добрый день, здрасте. Замок Ермас. Усё поры же, усё буду бить. Что, выпало? Залезный слиток. Он стоит 50. Могут заинтересовать торговаться. Хорошо. Пока нам нужно интересоваться тем, как выжить, конечно, а не торговаться. Ну ладно. Начали, наконец-то, деньги выпадать. То есть, всё, что мы могли бы собрать за нашего челика в первой части, мы бы всё равно не смогли продать. Поэтому я фактически ничего не потерял. Это хороший знак. Так, взломать. Таким замком меня не остановить. Так, сидит один челик. Иди сюда. Вилламен. Так, подощоль. Держи в лицо. Бляха, голод запустился. Он по мне не попал, что ли? Ой, дурачок. Ой, дурачок. Сколько у нас голод? 25 процентов. Ты как раз ровно минус 25, давай. Здорово вам. Так, пока тот за мной не пошёл. Я сюда загляну. Здесь сразу проход вниз, да? Неплохо. Это очень даже неплохо. Ещё один слиток. Иди сюда. Чесночок пусть будет. Здрасте. Подходи, не бойся. Героизм запустился. Нормально. Тебе срака, товарищ. Не-не-не-не. Даже не пытайся. Не влазит. А оно и не влезет. Оно точно должна быть дороже вот этой херни. Ненамного, кстати. Вообще ненамного. Пока освободим вот так. Это стоит восьмёрек. Пусть оно пока здесь стоит, пока влазит. Так, это сюда. Это сюда свиток, мать его предатель. Вот так. Оставим побольше места. По возможности. Я только забываю ловушки проверять. Но, скорее всего, их здесь не должно быть. Что-то мне подсказывает. Хотя вот этот проход мне не нравится. Здорово. Два царик мне вхватил. Ещё. Жёсткий, жёсткий. Ты во всяком случае пытался. Какая вытяжка. Так, боль понижает. Мораль повышает. Жажда и интоксикация растёт. Не горит. У нас сильных ранений каких-то нет? Нет. Всё остальное отрегеним. Всё остальное отрегеним. Так, это у нас что? Живительная эссенция. Рассудок минус, мораль минус. Восполнение здоровья. Оу. Вот это хорошая вещь. Хорошая вещь. Мы в бою сможем здоровье восстановить. Это очень ценно, мне кажется. Так, вы не против? Я здесь посижу чуть-чуть. Хотя бы до максимума своего нынешнего подниму. Здесь разворовываю не хочу. Так, чё есть? Железный свиток и травяной экстракт. Не то чтобы много. Но лучше, чем ничего. Травяной экстракт. Сопротивление боли. Изменение... Изменение боли. Эффективность лечения плюс 15. Мы забиваемся говнишком. Тут, короче, очень много лута. И очень грамотно нужно отслеживать, какой нам вообще. Нужно, а какой нам абсолютно не нужен. И это достаточно сложно. Мне кажется, что все эти палецы я выкину к чертям собачьим. Здрасте. Палево. Держи сразу по лицу. Ой, ещё и крит. О, бочку бьёт. Что? Нормально. Железный слиток давай. Железный слиток стоит 50 и занимает 1 блок. Это, по сути, фактически идеальная вещь. Фактически идеальная вещь. Так, цепь. Цепь, прости. Ничего личного. Так, 38, 20. Покедова. Пока оставляем так. Твою мать. Лечить пиявками. Сейчас боль, правда, будет нарастать. Ну ладно. Так, а наш второй раз не сработает. Обезреть 86. Ей. Так, теперь надо аккуратней чуть-чуть. Мне надо восстановиться вообще по-хорошему. Давай сюда отойдём. У нас максимум всего лишь 86 хп. Так, боль выросла до 28 уже процентов. Но нога, в принципе, залечена. Травма стабилизирована и больше не копит боль. Угу. Это уже успех. Мы можем, в принципе, намазюкаться. Сопротивление боли. Правда, у нас немножко интоксикация повысилась, но ничего страшного. Это должно нам помочь. Должно нам пока помочь. Так, добрый день. А здесь никого. Замечательно. Черпак за 6, этот за 3. Естественно, мы это брать не будем. Так, рыбёха пусть будет. У нас, кстати, по голоду чё? Жажду надо будет утолить скоро. Понял. Надо аккуратненько заглядывать. А то по лицу надают. 30 бабла. Золотой зуб. 25. Такое, конечно, но пусть будет. Пусть будет. Пока находимые ресурсы гораздо выгоднее продавать, чем вещи, которые мы собираем с убитых. Я даже не знаю, это хорошо или плохо, но... Главное, что мы начинаем чуть-чуть понимать. Это самое важное. Так, там дверь заперта, да? Нет. Так, это мы прочекали. Так, у нас как-то была возможность вот так сделать, по-моему, да? Здесь мы прочекали, здесь мы прочекали. Всё, шуруй на выход. Шуруй на выход на следующий уровень. Единственное, что меня смущает, что у нас, конечно, реген очень тугой. На этом вроде... У-у-у-у-у, что-то у вас многовато, товарищи. Я, конечно, всё понимаю. Почему не срабатывает? Нам надо его убить, пока те не подошли. Он ещё и с дубиной, мразь. Нормально так. Я на всяк пожар, наверное, всё-таки зельку выпью. Она, правда, с нихера не отхивила, фактически. Ну да ладно. Так, нормально. Шипованная дубинка. Сейчас глянем, что она себе представляет. Баляха, там ещё один идёт. Это серьёзно. Так, интоксикация у нас уже попёрла. Лёгкая травма ноги стабилизирована, лёгкая травма головы. Голова фиксится. Нет, пиявки уже забиты. Голова не фиксится. Не хотелось бы вздыхать, конечно, но посмотрим, как пойдёт. Чё это было? 38, 66, 24. Да, каждое действие – это шаг. Так, это не очень хорошо. Так, дружочек, давай мы с тобой вокруг сала побегаем. Как тебе такая идея? Мне нужно просто чуть-чуть отрегениться. А ты вроде не торопишься. Бляха, ладно. Ты вроде бы не из тех, кто торопится. Он вроде бы не опасен, сравнительно с тем, который у меня дубиной лупашил. Но всё равно не хотелось бы, знаете ли. Ну давай, там сколько? Три шага, по-моему, должен быть реген. Ладно, погнали. Бляха. Отойди. Обойди. Крикнуть. А, я могу типа их забайтить. Это если бы я тихо заходил, то это бы сработало. Так, свободен лежать. Ой, у него голова отлетела. Какая милота. Так, 38, 24. 24 нахрен. 67 оставляем. Ой, что-то мне совсем плохо, слушайте. Боль подлетела. Давайте жажду утолим хотя бы. Мы можем ещё алкашку бахнуть. Она понизит боль. Ох, меня развезло, слушайте. Развезло так хорошенечко. Голову перевязывать смысла нет. Здесь у нас по чуть-чуть лечится и текущий состояние уменьшает ваш порог здоровья на 3%. Но она залечена. Так, шипованная дубина. Замешательство. Сопротивление в псеводнике минус 25. Шанс в радиослучайную клетку при перемещении. Мы начинаем ходить, сами не знаем куда. Замечательно. Так, 35. Соответственно, можем выкинуть вот эту. С цепи мы тоже прощаемся. Тебя перекидываем сюда. По-хорошему нам нужно подождать. Да-да-да, алкашка очень злостно влияет на голову. Так, интоксикация падает, боль у нас растет. Нам срочно надо найти какой-то медикамент для башки. Проблемы с башкой. Причем очень серьезные. Так, на всяк пожарный. Свекла есть. Свекла нам скорее всего не поможет. Свекла это обычная пяташка плюс иммунитет. Да, вот это сожрем. Боль уже 50% дебаб, да? Неприятно, неприятно. Так, это хоть залечено да пройдет скоро. У нас были только пиявки. Вот в чем проблема. Надо было взять эти. Мазь хилищую. Мазь могла нам спасти жизнь. Но сейчас, по идее, мы медленно умираем. Помутнение рассудка постоянно у нас еще происходит. Что тоже не есть хорошо. Тихо, тихо, иди куда надо, пожалуйста. Так, вот здесь есть шанс найти что-то хорошее. Ух. У нас прям жопа боль началась, да? Ноги заплетаются, шанс на случайную клетку при перемещении. Каждый несколько дней максимально здоровье персонажа понижается. Проблемы с бошкой. Ну сейчас, погоди, может что-то найдем. Бляха, к нам еще и враг идет. О, ма. Она слишком много занимает. Это 50 за 4 клетки. Это лучше, чем дубины, однозначно. Во всяком случае, половина из них. Ну давай, челик, я как бы на соплях держусь. Молотило медное кольцо. Так, мы слабеем от смертельной боли. При этом у нас присутствует... Да, я затупил. Я просто затупил с этой мазюкой. Ладно. Так что полная дубинка мне не нужна. Давай сюда. Пока мы еще живы. Та, которая 66. Оставляем эту сюда, эту сюда. Да, совсем что-то плохо. Причем я вообще ничем захилить его не могу. Бляха, муха. Скорее всего мы гуфнемся сейчас. Но это не точно. Это пока не точно. Так, сколько уже? 100% боль. Чистые страдания. Кусок угля. Это, конечно, замечательно. Не попускает вообще никак. Так. Так, я же в надежде в тумбочке найти что-нибудь полезное. Травяной экстракт. Травяной экстракт. Интоксикация. Повысится сопротивление боли. Изменение боли. Эффективность лечения. Давай попробуем. Интоксикация это, конечно, не лучше. Но это лучше, чем совсем ничего. Как мне кажется. Так, сундучок, пожалуйста. Дай медикамент. Олени и рога. Сопротивление магии и всякая дичь. У нас еще второе есть. Которое пустое. Но его можно будет зачарить. Бабки забирай. Врага, я не знаю, пригодятся они нам уже или нет. Но пусть добудут. Так, попробуй дойти до сюда. Использовать легкую интоксикацию. Это мы блеванули, да? Блеванули, понизив, собственно... Угу. Еще два параметра. Не надо так. С интоксикацией у нас, по идее, не справится ничто, да? Алкашка у нас, наоборот, ее повышает. А это у нас понизит мораль и рассудок. У нас мораль вроде как неплохо, а вот рассудок очень плохо. Я охренее, конечно, если я доживу. Но это очень маловероятно. Спиртовая вытяжка. Это у нас уже есть. Нам вторая такая не нужна. Живи, дружочек. Пирожочек. 16 хп у меня максимум. 14 хп. Сейчас один враг и мне жопа просто. Найди что-то какой-нибудь медикамент. Матерь Божья. Я уже с ящиками не справляюсь. Медовуха еще. Да куда мне еще медовуха? Мне у ПРЗД. Собака проклятая. Мужик. Мужик. Что, богатенький? Нет, товарищ. Я вообще не богатенький. Я на хп абсолютно не богатенький. Не попади по мне в блок. Нет. Это, в принципе, было ожидаемо. Это, в принципе, было ожидаемо. У нас есть шанс второго загона. Но тут я уже точно не профукаюсь. Однозначно. Я тут уже не профукаюсь. По баблу, может, я не буду, конечно, выкручиваться. По баблу и смысла нет. Единственное, что точно нужно сделать, это купить второй топор. Купить второй топор и взять хпшки. И тогда мы уже подвидимся. Я думаю, мы их затащим без проблем. Сейчас только надо проверить. Кто из вас ответственен именно за хилки? Так. У нее есть чечевичная жижа. Мне кажется, я хилера не видел, но я могу ошибаться. Так, тут чистая жертва. Я видел точно кого. Тот, кто клепает деревянную всякую дичь. Тот, кто делает кожаную одежду. Кузнец обычный. А вот какого-нибудь травника или еще чего-нибудь подобное я не видел. Так, вот. Ты у нас клепаешь одно. Ты у нас клепаешь второе. Фактически можно будет попробовать мимо проходящих поискать еще медикаменты. Но мне кажется, это извращение. Небольшим таким извратом. Просто бандажином как бы не выручат абсолютно. При таких ранениях. Абсолютно никак. Ладно, я здесь тогда пособираю. Закуплюсь тем, что надо. В любом случае, нужно либо брать тогда щит и меч. Прокачиваться в меч, чтобы делать расчет на блок. Потому что ловкости же у нас нет. Соответственно, у воротом у нас и не пахнет. Это у нашего основного пахнет у воротом. А здесь нет. А либо в любом случае найти медикамент. Так, с собой если барыжить. У них у всех почти есть питье и еда. И немножко совсем денег. Но у них нет медикаментов. А подобие медикаментов я нахожу только в ящиках в виде бандажей. Но бандажи это не единственный способ. Который нам нужен. Точнее бандажи хилят только кровотечение. А это далеко не единственное, с чем мы встречаемся. Надо будет в общем что-то придумать. В любом случае. Так что это мы проверим. Пока что, ребятки, я сделал с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И конечно же нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.